Друзья, это видео для тех, кто проходит обучение по нашему курсу кропошек и декорирования нарядов для торжеств. О первой технологии и о ее упрощенной, еще более упрощенной разновидности хочу вам сказать несколько слов. Ну, наверное, не несколько слов, а достаточно много. Но сейчас посмотрим, сколько получится. Существует очень много платьев на территории Украины, эти платья, на территории России, возможно, на территории других стран. Во всяком случае, Украина и Россия это точно. Свадебные салоны бюджетного типа заполнены в том числе, не только, но в том числе и нарядами, сшитыми по этой технологии, по максимально упрощенной, более простой, чем я показывала. В чем разница? Я хочу вам озвучить детали, и я думаю, вы сами поймете, что нежелательно так делать, хотя так делают. В общем-то, каждый мастер решит для себя сам, поэтому все-таки хочу вам озвучить. Итак, первое. Это петли. Чистота расположения петель. У нас наши петельки равноудалены друг от друга и находятся на расстоянии 2,5 см друг от друга. Вот в эконом-варианте там петельки находятся на расстоянии в два раза большем, то есть на расстоянии 5 см друг от друга. Сами петли из чего сделаны? Один из вариантов – это простая лента. Значит, сложены петельки вот так, просто пополам, вот так. Вот, еще раз вам показываю. Вот так сложены и прострочены. Прострочены швом, ширина стежка 5 мм, никакой закрепки. Единственное, что может быть в лучшем случае, это по верхнему материалу, по лицевой стороне проложены один или два отделочных шва параллельных, по сути кулиска, и вставлена затем пластиковая кость. Значит, закрепка нам дает прочность петли 5 мм, это очень широкий стежок. Но это просто изделие получается быстрее, быстрее, быстрее. Закрепками никогда не пренебрегайте ленту использовать. Почему нельзя? Вы ее вот вшили, хоть так, как стрелочку, хоть так. Вот это все повылазит при нагрузке, когда будет лифт зашнурован, свадебный, вечерний, неважно, и может повылазить буквально с мясом. Это никуда не годится. Дальше. Вместо таких атласных, ну просто из простой ленты петель, также используют из косой бейки, но не сострачивают ее стороны. Просто вот как она идет в бобине, продается на метраже. Вот взяли, вот так вот нарезали и прошили. Там вроде бы не повылазят вот отсюда, вот с припусков не повылазят эти нитки. Но там другая беда, поскольку это косая бейка, у нее нет кромки. Вот смотрите, в такой ленточке у нас с одной и со второй стороны есть длиннусенькая кромочка такая. В косой бейке этой кромки у нас нет. И она рассыпается, когда шнур продет в петли, она потихонечку рассыпается. И может рассыпаться прямо на свадьбе. Поэтому это никуда не годится. Тоже так делать нельзя. Дальше. Мы с вами делаем петелечки по центру. По деталям, по рельефам 7 дробь 8. Ну как вариант. Такой выбран дизайн корсета. Просто я освежаю ваши памяти тоже. И сама вспоминаю сейчас. У нас вот так идут по центру спины наша шнуровка. Но бывает еще и по бокам. То есть вместо того, чтобы по центру, от бокового шва один ряд петель получается и в соседний рельеф. С одной стороны тело и со второй стороны. То есть два ряда шнуровки. При этом по детали номер 8, по линии середины спинки, вшита молния. Так делать тоже нельзя ни в коем случае. Я думаю, вы понимаете почему. Наш шлиф зашнуровывается каким бы он ни был. Просто открытый без линии плеча или с приспущенными плечами. Это не имеет значения. Идет большая нагрузка на молнию. Она может разойтись. Если вы, допустим, не мастер, а невеста, которая смотрит это видео. И в принципе уже ваше платье уже куплено. Вот такое оно, какое оно есть. И вам в принципе оно нравится. Иначе бы вы его не купили. То есть и по цене, и по дизайну вас все устраивает. Единственный выход это взять с собой на свадьбу катушку белых ниток. Если оно белое. То есть цвет платья. Если молочная, то есть молочная. И иголку, что если вдруг там разойдется что-то, на свадьбу быстренько подшить, чтобы не остаться вообще раздетой. Хотя можно перешнуровать, проигнорировать боковые петли и сделать центральную шнуровку прямо на ходу. Проявить креативность, что называется. Ну в общем, либо так, либо так. А если еще петелечки из этой косообейки, то проявить креативность тоже может не получиться. Потому что петля какая-то может рассыпаться. Если вы опять-таки невеста, вы можете вообще не понимать сейчас, что такое косообейка. Одним словом, я продолжаю. Потому что это все-таки для моих учеников. Следующий момент по малобюджетным платьям. Это подкладка. Значит, подкладка должна быть комфортная для тела. Она прилегает к телу. Она не должна вызывать никакой аллергии, никакого раздражения. Почему я говорю про аллергии? Потому что в малобюджетных платьях, в самых таких недорогих, я не говорю, что они прям все плохие, но просто будьте внимательными. Например, если вы кроме ваших готовых изделий в своем ателье или в своем свадебном салоне закупаете еще дополнительно что-то готовое. Итак, подкладка. Догадались сделать подкладку прозрачную из органзы. Но я понимаю, малобюджетное платье кроится там из остатков. В общем, все идет в ход, чтобы сформировать эту самую минимальную цену. Кстати, о таких платьях я еще говорю в видеоуроке по материаловедению. Он вас ждет впереди. Итак, подкладка из органзы не должна быть ни в коем случае сделанная. Она вызывает аллергию. Именно срезы этой самой органзы. Не говоря о том, что видна вся внутренность изделия. Зачем это? Ну, в общем, это некрасиво, одним словом. Я думаю, вы понимаете сами. Так, что еще, чего не хватает в малобюджетных платьях, но как бы это не смертельно. Это отсутствие клеевой по линии середины спинки, там, где у нас молния. По линии верха. Из-за этого она не всегда симметричная, эта линия верха. Одним словом, клеевым материалом никогда не пренебрегайте. Для того, чтобы изделие было достаточно качественным, прочным, просто применяется технология, которую я показала. Упрощать уже некуда. Вот проще уже некуда. Так, в пышных юбках. Еще я себе написала такую небольшую шпаргалку, чтобы ничего не забыть. Если, допустим, пышная юбка в бюджетном платье делается типа принцессы, то есть силуэт принцессы, как правило, тоже может быть не во всех вариантах, но чаще всего в самых малобюджетных платьях, например, если длина юбки 100 см, под верхним слоем располагается жесткий фатин длиной на 20 см короче. То есть, если вас это не смущает, покупайте, закупайте или шейте такие варианты. Ну, может быть, кого-то устраивает и так. Почему? Потому что формируется самая низкая цена. Иногда это бывает очень-очень решающим моментом. Хотя я думаю, что можно немножко больше жесткого фатина поставить, чтобы это было все одинаково. Так, чтобы не стыдно было показать. Но я думаю, моя позиция такая. Все. На сегодня все. До встречи в новых видео.